Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я открываю сезон клубнички. Не спрашивайте, почем я купила эту клубнику. Меня прям жаба задушила, потому что безумно дорого. Купила в супермаркете, но не смогла пройти мимо. Здесь такой аромат стоит, это прям нечто. И здесь растопила немного обычного шоколада темного. Будем макать туда, но изначально пару штук просто хочется поесть без макания в никуда. Хорошенько промыла. Посмотрите, какая огромная просто клубника. Вот моя рука, и посмотрите, какого размера просто клубничка. Ну что, приступим. У меня еще такая перческа интересная, я ее делала целый час. Первая клубника, мне кажется, самая вкусная, потому что целый год ты ее не ел. И тут бас, пожалуйста. Меня тетя раньше сажала клубнику. Это были огромные плантации, где везде клубника. Потом она перестала просто потому, что это стало ужасно невыгодно. Клубнику покупали за копейки, а уход за ней нужен был достаточно такой, знаете, приличный. С шоколадом это вообще нечто. Но говорят, что вот эти вот первые клубнички, они выращиваются в парниках. Они не очень-то и полезные. Не переживайте, мои хорошие, столько же я оставила маме и бабушке. Так что все под контролем, все офигенно. Нужно там сырники эти все вытаскивать, очищать землю, ухаживать, делать обрезку. То есть уход за клубникой нужен еще какой. Здесь больше килограмма. Два вроде как. Я так купила три с половиной. Немного оставила там, немного сюда. Вы знаете, я просто шла в банк в субботу, представляете, где мои мозги. Дошла до банка и увидела, что закрыто. Но зато мы встретились с клубничкой. Я поняла, что ее мне очень не хватало. Обожаю свое хобби. По дороге встретила свою соседку. Очень милую. Она смотрит мои видео. Это безумно приятно. Подошла пофоткаться. Нереально так приятно, когда ко мне подходят на улице. Айка, я тебя знаю и так далее. Честно, очень приятно. И с каждым днем замечаю, что все чаще и чаще подходят. Наверное, вот эти суперзвезды, такие как Кайли Дженнер, уже задолбались, естественно. Им уже неприятно, когда к ним подходят. Ну и естественно, такой приземленный человечек, как я, только рада, когда кто-то ко мне подходит. С одной девочкой даже сняли тикток однажды. Не помню, когда это было. Давненько. Я помню, этот тикток набрал сразу, там, 1012. Она такая радостная была. Ура! Как классно! У нас вообще есть такая традиция, когда девушка рождается, там, когда ей уже 14-15 лет, покупают какие-то вещи и оставляют, типа, это приданное для дочки. И, в общем, когда я училась где-то на втором курсе, у меня мама уже сделала мне постель, так скажем, как постель, одеяло из овечьей шерсти. Я подросла, а сейчас понимаю, что эта изъялка мне уже не нравится, да и маме и самой уже не нравится, то есть уже появились какие-то новые моды. У нас такие традиции, дофига всего нужно покупать, когда ты выходишь замуж. И вот сейчас как раз почему я про это вспомнила, я вот сижу, снимаю для вас мукбанг, а здесь везде овечья шерсть. Просто вы это не видите. То есть, в принципе, она никак не воняет, понятное дело, что это чистая шерсть. Просто. К чему я это? Я в инстаграме, когда кисточку искала, в ванной показала помытую овечью шерсть, и почему-то, оказывается, многие не знают, что это такое. Все мне там написали в комментариях, айка, что это такое. Не в комментариях, а как бы фидбэк, да, то есть реакция на историю. Что это такое у вас в ванной? Это какое-то животное. Я была в шоке от того, что многие не знают, что это такое. Но, возможно, если бы я тоже не сталкивалась, я бы тоже не знала. Ой. Я так соскучилась по деревням. Дай бог. Вот в мае должны поехать. Я вам как раз-таки покажу этот дом, где у нас украли тапочки. Все-все-все подробно расскажу, покажу тур по бабушкиному дому. Мама говорит, не снимай, позорно, так далее, тут все старое. Я говорю, ну и что? Наоборот, мне кажется, людям будет интересно увидеть эти ковры на стенах, этот старый, не знаю, дизайн. Мне бы было лично интересно. У меня есть колыбелька. Это просто вообще нечто. На эту колыбельку ребенка завязывали нитками, представляете? В этой колыбельке сначала спал мой братик, потом я спала. Естественно, когда я появилась на свет, я сразу сказала, где моя колыбелька, увидела. Бог мой. В общем, дай бог, решим все эти вопросы и поедем. Надеюсь, что вот эти ограничения, как были в прошлом году. Потому что в прошлом году я тоже все это планировала сделать, но потом закрыли. Причем такой абсурд. В Турцию ты полететь можешь, а в деревню нет. Поехать. Ну, учитывая, что все эти ограничения делаются как раз-таки для нас, нам кажется, что это все фигня. На самом деле у моей знакомой умерла бабушка от коронавируса. То есть вот мы не верим, да, а люди умирают из-за этого. У вас, наверное, в России это не сильно чувствуется, потому что я смотрю концерты, шоу, всякие. У нас такого нет. У нас даже элементарно на улице ты обязан ходить в маске. Если нет, то тебя штрафуют. Я хожу в маске. Мне лишние пять тысяч отдавать государству неохотам. Лучше уж я буду в маске ходить. Вообще я такой человек. У меня нет такого. Авось прокатит. Я дорогу перехожу, например. А через 200 метров, например, переход. Я эти 200 метров пойду, через переход пройду и все. Экстрим риск это не для меня. Я как старая бабка. Но зато я не ломала ни рук, ни ног, ни пальцев, ни нос не ломала. То есть жизнь моя проходила очень даже с кайфом. Один раз я лежала в больнице, потому что очень сильно простудилась. Любила одеваться, знаете, так стильно в холодное время года. Эти две недели, которые я лежала в больнице, были худшими двумя неделями в моей жизни. Это было просто... Утром в 5 будили на укол. Я не знаю, почему именно в 5 надо будить. Лежала в общей палате. Там были девочки, которым в 5 не надо вставать на укол. Я, получается, лежу, пытаюсь уснуть. А девочка, например, смотрит Дом 2. Или какую-то другую передачу. Не помню, какие там передачи были. Это где-то 13-й, 14-й год был. Я один раз как бы сделала замечание. Сказала, что я не могу уснуть. Можно в наушниках как-то? Он сказал, я забыла наушники дома. Мне во вторник должны привезти. Так и не привезли. А еще вместе с нами лежала бабушка, у которой не было ни сыновей, ни внуков, никого. Вместе с нами лежала в палате. И у нее такие были добрые глаза. Такая была, не знаю, вот прям невозможная писать. Мне, например, каждый день ко мне приходила в больницу мама. Приносила какие-то вкусняшки и так далее. А к ней никто не приходил. И мне искренне так было ее жалко. Вот я делилась всем, что у меня есть с ней. Даже ей банку огурцов подарила, когда она выписывалась. Потому что никто к ней не приходил. И там была столовка. Можно было питаться в столовке. Столовки больницы. Она ходила туда, и там очень невкусно кормили. Какая-то вода, типа это супчик. Ну, в общем, я помню, первый раз я ей предложила банан. Я думала, что она скажет, нет-нет-нет, спасибо, внучка, не хочу твой банан. И так далее. Как только я ей предложила, она такая, да-да-да, спасибо большое. Сразу так открыла этот банан, начала есть. Я эту картину, наверное, никогда в жизни не забуду. Это меня настолько тронуло. Вот. То есть настолько мне стало жалко ее. То есть она такая, знаете, очень пожилая ей. Лет, наверное, 80, может, 85. Такое, знаете, лицо все в морщинках. Вот. И когда я ей протянула этот банан, она даже как бы не отказалась, так скажем, да. И поэтому я очень сильно люблю свою бабушку. Потому что я считаю, не знаю, вот я даже чем вот маленьких детей, я больше люблю пожилых бабушек. Не знаю, мне вот всегда их жалко, всегда хочется поддержать. Иногда, например, в Инстаграме или в ТикТоке вижу видео, как, например, кто-то покупает все, что продает, это бабушка. И мне просто хочется сказать браво. Просто молодцы. Это было в России, здесь таких бабушек нету. Менталитет у нас другой, наверное. Ну, возможно, у нее там один сын. И то, возможно, умер или что-то такое. У нас как... В то время бабушка рассказывала, что в военное время аборты делать было нельзя. Потому что нужны были люди. И рожали по пять, по семь. Соседку, которая сделала аборт, ее посадили. Поэтому, хочешь не хочешь, один ребенок от тебя откажется, но два других все равно тебя поддержат. И будут рядом. Вот, наверное, эта бабушка уже умерла, потому что это давно было. Вот. Но мне кажется, все равно эта доброта должна быть в каждом человеке. Вот эти морщины, вот эти вот пожилые руки. Не забывайте, мои хорошие, мы с вами тоже будем пожилыми. И вот если ты сейчас хамишь какой-то бабушке, завтра тебе это вернется вдвойне. И ты представь, как будет тебе в йогу, да? Поэтому вот так вот. В общем, мои хорошие, было очень-очень вкусно. Я наела, и шоколад тоже уже весь умяло. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет безумно приятно. Всех люблю, целую. Пока.